а сейчас мы с вами иду еще немножко походим по питомнику сергея валерьевича железова моего лучшего ученика вот повезло надо же почему повезло вы поймете когда я покажу процентов схожести его прививки вот стоять друзья мои посреди лучшего в стране питомника маленького но самого качественного вот и философствую вот посмотрите сейчас уже хотел уходить отсюда да сейчас только полил два саженца мной посажены еще раз потратил несколько секунд то есть работа становится не каторгой а праздником вот полная перекопка почвы и все лето бороться с сорняками дикость несусветная но подписи то чьи там какие там подписи какие там звания какие там должность какие там звездочки там погоны вот а ведь сколько людей думает ну я же не справлюсь я же не могу выкопать метр на метр на метр яма я прихожу с работы еле живой вот я не могу это да еще землю завести со стороны совсем другую еще и заменить надо да еще кучу удобрения они кусаются вот я не могу копать ямы для того то есть эти канавы эти вокруг деревьев даже взрослых рубить корни чтобы потом задать туда эти перегной в одном случае вам только полить и снова закопать и опять подписи докторов наук да что творится и вот эта каторга она бесконечная а есть еще вы знаете я когда говорил ну нельзя ни одному выпускнику даже с красным дипломом подпускать сад но если только опять с нуля начинать с ученика как у меня была на производитель практике студентка одна ночью одна из миллиона в нашу страну научилась выращивать я почему говорю ну ладно перекупщики это самый дремучий народ но они советуют закопайте повыше закопайте по прививку закопайте выше прививку буду добавить на корни вот эта дурь это ладно это люди которые ничего не читали только зон слышали но потом открываю и читаю надо чтобы корневая шейка была висела в воздухе а найти ее легко и действительно в одни отдельных случаях легко вот я сейчас эту тему вернулся говорил по-разному разное время года статьях ну вот фильме смотрите сюда вот я только сейчас полил саженец и мне бросилась глаза вот эта яркость необыкновенно видите вот это не покрашены нет это его кореньку это это вон сбоку торчит корешок и еще раз говорю корневая шейка это граница это самое крепкое место усаженца как мы считаем двоем с николайом курдюм самое крепкое да это место разъедает постоянно сырость да это место подвергается страшной опасности да вот он колда смотрите сюда пройдет год-два так и этот кол отгниет вот тут отгниет поверьте вот тут там внизу будет и он еще целый там где острый конец и вот это будет а вот тут отгнет коррозии металлов которые мы проходили относится и к садоводству коррозия и мертвые древесины и живой коррозия смело называю эту самую и вот когда люди которые отчаялись они видят что сгнивает но они не могут отказаться от посадок в ямы в дети дебильная яма но не могут отказаться почему их так учили а учат уже 200 лет с тех пор как появилось печатное дело и уже научили миллионы десятки миллионов уже научили 10 поколений садоводов отказаться и вот уже это все только не выдумывать например должна быть висеть в воздухе корневая шейка вот как здесь то есть я сейчас не должен ее закапывать так и оставить да она гнить то перестанет она в воздухе все верно но ее задача это гнить но как постепенно в течение 50 я не оговорился и 50 или 100 лет вот насколько хватать должно почему она крепка но и надо обеспечить условия точно так же как это как они обеспечены в лесу деревья вы помните мой ролик то этот самый ну в общем там где я хожу по лесу ну найдите его ради бога вот может быть фотографии понимаете что природа так устроила а мы загоняем под землю или вот не знаете здрасте это самое я сейчас должен вот так оставить да нагнить перестанет но дерево заболеет она будет болеть до тех пор пока вот это вот часть не переформируется вот это подземная в надземную не станет частью штампа к сожалению я точно знаю это мои многочисленные сотенные наблюдения ребята такие деревья не умирают но болеют долго не делайте этого делайте вот так где она должна быть чем хороший абрикос а как то общее что краской покрасили настолько ярко заметно где корневая шейка вот видите все вот это я умудрился ком земли пересадить а когда полил это умудрился размыть это место вот вот она как должна расти понимаете а для того чтобы была сухость вот так вот делайте холмик склон видите какой склон поняли вот вот поэтому я когда полил схватился за голову я то ладно еще несколько секунд ее нету второй саженец тоже размыл он вообще я выкопал он поменьше он получился без корней и без этого без земли на корня ну разве можно так оставлять а господа а ведь у вас почему-то должность это солидная те кто учит этому это ладно перекупщики с дури пишет закопайте поглубже но надо думать что корневую шейку таким способом не спасает вот переместив ее воздух поняли вот так эфирский я а да а а а а а и и и и Продолжение следует...